Друзья, я надеюсь, что у вас такое же хорошее настроение, как и у меня. Напоминаю, что меня зовут Ксюша, вы на канале Ангелов и Рине. Сегодня будем разбирать мои цацочки из магазина Lady Collection. Обычно я туда иду бесцельно, просто порадовать себя. В этот раз у меня была цель, мне нужны были сережки для свадьбы подруги. У подруги свадьба в голливудском стиле, у меня будет роскошное платье в пол цвета... Ну, не знаю, короче, я называю это Марсалла, бабушка говорит, не выпендривайся, это просто спелая вишня. Вот, поэтому, ну, короче, какой-то такой цвет, и мне нужны были сережки. Когда я пришла, я не думала, что там такой выбор, там осенние новые коллекции, и все коллекции в таких каких-то, знаете, полу-готических, каких-то роскошных стилях, если это можно так сказать. Они все какие-то очень крутые, не знаю. Короче, первое, что вы можете увидеть, это сережки, они уже на мне. Вот их я подобрала под платье, еще у меня есть одни, я не могла выбрать из двух, решила, что нужно брать обе пары. Вот такие вот сережечки. Давайте я одну сниму, наверное. Я, честно, не знаю, как это правильно носить. То есть, обратите внимание, это вот такой вот крючок, и вот тут такая резиновая штучка. Я не знаю, это резиновая штучка просто, чтобы они не выпадали на витрине из вот картонного такого ценничка, или это, ну, надо так носить, я не знаю. Короче, вот так вот выглядят сережки. Они очень удобные, потому что у них обтекаемой формы, за них не цепляются волосы. У меня будет прическа с распущенными волосами, накрученными от лица, потому что я больше ничего не умею. Поэтому мне важно, чтобы, ну, сережки были удобными. Мне кажется, что вот эти выглядят очень неплохо. Ну, как вы думаете? Ну, и в принципе, они такие, короче, готичные. Я решила, что у меня вообще будет подготовка к Хэллоуину. Я понимаю, что многие там спорно относятся к этому празднику, но это не праздник, как типа там прям праздник. Нет, это возможность встретиться с друзьями. Это возможность нарядиться в какую-нибудь дурацкую одежду, да, там, какой-то примерить на себя образ. Это же так классно. Я не знаю, люди, которые там терпеть не могут все эти переодевания, я не говорю, да, об образе вот этой вот там сексуальной медсестры, сексуальной ведьмочки, да, не вампирши, ведьмочки. Люди, наверное, которые вот презирают, да, вот это все переодевание, они, наверное, живут очень интересной и насыщенной жизнью. Но вот это не про меня. У меня нет в жизни поводов просто там взять что-то и изобразить на себе. И, короче, я решила, что у меня будет подготовка к Хэллоуину, и эти сережечки тоже подойдут под любой какой-то такой роскошный вампирский образ. Следующее, что у меня появилось, я это подсмотрела у Маргариты Старбэби. Вот такое кольцо. Она его очень хвалила. Я вообще, кстати, смотрю все обзоры Леди Коллекшн, потому что я себя там веду как дурочка, я вам честно скажу. Я захожу и все, я растеряла столько всего, все блестит, все красивое, и очень часто я не могу вообще выбрать. А тут как бы выбрали за меня, и я вот у Маргариты Старбэби слезала это кольцо. Оно роскошное, то есть оно вот, ну, вроде бы простое, да, то есть, ну, это просто какая-то, наверное, из плотного пластика или из металла. Оно непонятно, вроде холодненькое, но не металл, не тяжелое, такая как шайбочка, не знаю. И, ну, просто тут какие-то каменюшки, то есть ничего особенного. Но оно как-то так удобно сидит на руке и как-то так, ну, вот круто смотрится. Рита меня убьет. Скажет, ты что, вообще ни ума, ни фантазии? Давайте. Короче, это будет у нас сейчас этот розыгрыш, розыгрыш в прямом эфире. Сейчас мы сфотографируем. Так, вот так надо сфоткать. Ей по WhatsApp отправим. Сейчас сфоткаю кольцо. И напишем, Рита, я повторюшка. Посмотрим, что она мне ответит. Будет очень забавно, если она реально напишет, что ни ума, ни фантазии. Ждем ответа. Вот такое кольцо. Оно, несмотря на то, что достаточно имеет широкие стенки, оно почему-то удобное. Я не знаю, классно. Мне нравится. Но не то, чтобы я прям за ним шла, но я думала о том, что если я его увижу, я его возьму. И буду носить. Оно крутое. У меня много лет назад было подобное из Lady Collection, чисто из какого-то пластика. И оно по прошествии времени смотрится дешево. То есть, ну вот на тот момент, наверное, это было круто. Сейчас мне кажется, что не по возрасту немножко. А вот эта тема прям смотрится по возрасту. Давайте о подготовке к Хэллоуину. Давайте посмотрим, как Ксюша тут выносила мозг. Ну вот вы понимаете. Я сначала думала, что это баловство. Но как бы я сейчас думаю, что это баловство. Чего она нам ответила? Ха-ха-ха-ха! А-а-а! Смотрите. Сейчас. Видно? Крутое, правда же? Ха-ха-ха-ха! Видите, Рита не ругалась. Вот. Ну, может, потому что мы в разных регионах. Нас, короче, в одном кольце, в одном месте не найдут. Ладно. Короче, вот такая вуалетка. Я не знаю, как это назвать. Шляпка. И мы были в Леди Коллекшн с Ильей. Я такая говорю, блин, я хочу такую штуку. Он такой, ну а в чем проблема? Ну, если ты сильно хочешь, возьми и перестань о ней мечтать. Это правда. Ну, сколько я могу об этом мечтать? Можно я тут типа залезала все аккуратно? Можно я не буду фиксировать? Посмотрите. Здесь вот такой очень удобный зажим. Можно я не буду? У меня тут типа идеально все зализано. Но, короче, это смотрится вот так. Я думаю, что это надо куда-то сюда, на бок головы. И вы такая прям... И вы такая будете прям, короче, красивая. Ну, что это такое? И из вас получается роскошная женщина. Это как-то очень стильно. Понятно, что это история, да, для какого-то тематического мероприятия, для Хэллоуина, для фото. Я не знаю для чего, но я так ее хотела. Я так ее хотела. И она как-то так все аккуратно сделана. Она какая-то такая вся классная. Я не могу. Были такие, ну, прям вообще вдовьи. Вот, а я выбрала вот эту. Мне кажется, она такая, короче, стильная. Не знаю. Я себе в ней нравлюсь. Вот. Я прям люблю себя в этой вуалетке. Ой, короче, цацка. Следующая тоже из разряда. Ксюша сходит с ума. Ой. Короче, метенки. Я давно хотела что-то подобное. Ну, это опять-таки все для тематического какого-то мероприятия, для встречи с друзьями, для какой-то вечеринки. Но пускай это у меня будет, чем у меня этого не будет, когда мне это понадобится. Это выглядит вот так. Какой-то у меня короткий большой палец, вам не кажется? Это удобно. Если вы полностью перчатки берете, ни с телефоном неудобно контактировать, ничего. А метенки, вроде бы у вас и образ дополнен, да, вот если вы там какая-нибудь вампирша, я не знаю кто вы, вроде образ дополнен. Но при этом вам удобно все брать руками, там что-то, я не знаю, подправить, например. То есть вы такая прям, ну вот, ну вот, ну вот, ну вот, фу. Я решила, что, короче, я заслужила. Вот я заслужила себе метенки. Единственное, что вот здесь внутри какая-то бирочка, да, тут типа из чего полиэстер, как стирать. Я бы эту бирочку аккуратненько срезала, потому что она белая, перчатки кружевные, это все видно. Вот, я бы ее удалила. Это единственное, что я бы в них, ну, подправила. А так вообще прям я крайне довольна. И я думаю, что мне надо на одну вот такую картонку нанизать обе метенки. Потому что, если я на разные, я их потеряю. А, короче, одна метенка, это не круто. Хотя, если образ, вот как демон-парикмахер с, как, Флит-стрит, или как это называлось. Ну, короче, вы меня поняли. То можно и одну перчатку. Помните, там Хелена Бонем-Картер играла вот эту вот сумасшедшую. Тогда можно и одну перчатку. Мне пришла идея. Ладно. Поехали дальше. Что у меня еще есть? Для ребенка, разумеется. Я не могу из Леди Коллекшн выйти без какой-то цацочки для ребенка. Я вообще думала рюкзак там ей взять новый, обновить, да, немножко. Но там рюкзаки все совершенно невместительные. Леди Коллекшн озадачьтесь моментом. Да что это такое? То есть, ну, он красивый, с каким-то медведем. То есть, он большой по объему, но внутри очень маленькое пространство. То есть, там, ну, бутылка воды и все, и носовые платочки. А мы там какие-то игрушки можем носить, палочки, крендельки. То есть, ну, как-то, ну, неудобно будет. А вот эти вот совушки, их, кстати, выбрал Илья. Он сказал, глянь, глянь, классно. Сейчас Вероника почему-то тащится по совам. У нас каждый возрастной период свои животные. Там до этого были котята. Мы смотрим мультик, где три кота, три хвоста, да, ну, все знают. Мамочки, я думаю. Вот сейчас мы сов почему-то очень любим. Вот Илюша взял ей таких красивых совушек. Краб. Это забавно, потому что я каждый раз в Леди Коллекшн беру краб. Вероника мне их периодически ломает. Она может их там уронить, что-то с ними сделать. Я не знаю, вообще, как можно сломать. Это такая надежная конструкция, на самом деле. Они такие очень плотные, несопливые. Мне это нравится. В Леди Коллекшн все они такие серьезные. Единственное, что я сейчас поняла, учитывая осенний волосопад, что мне особо-то нечего крабом собирать. То есть, мои волосы стали очень жиденькими. Поэтому я взяла вот такую версию. То есть, не тяжелый краб, который может сползать с волос. Да, вот такую простую достаточно, но удобную. Я сейчас буквально после того, как сниму это видео, срежу бирку и буду использовать. Вот, слово забыла. Кошмар. Вот это вот все. Это надо пить что-то для памяти. Для волос я взяла две резиночки. Я их взяла тоже в Вероничке, потому что они очень мягкие и очень, как сказать, упругие. Да, то есть, они классные. Вероника очень не любит тугие резинки. Но я ее могу понять, я сама не люблю. И я думаю, что вот этими именно завязывать хвостики. Да, вот я делаю ей два низких хвоста. Это смотрится неплохо. Ну, как неплохо? Это смотрится роскошно, учитывая, что я ничего не умею делать с волосами ребенка. То есть, колоски, косы, я ничего не могу. Ничего. Вот я могу три прически, короче. Хвостик наверху ей такую, как типа пальмочку, да. Это, кстати, классно смотрится. У нее локоны так выбиваются красиво. Либо хвостик обычный на затылке, вот как у меня сейчас, да. Либо два внизу маленьких хвостиков. Все, на этом как бы мои таланты закончились. Они мягкие, они классные, но при этом они, короче, будут держать волосы 100%. Следующее, 100% баловство. Но я так хотела и тоже подсмотрела у блогера. Я не скажу какого, потому что у меня нет номера телефона. Я не могу ей написать. Шучу. Значит, вот такой медведь. Вот такой медведь. Он весь покрыт стразочками какими-то. Вот здесь он такой мягкий. Не знаю даже, что это за материал. Ну, классно. Кисточка, какие-то тут бусинки. Есть кольцо, есть карабин. Я хочу на рюкзак повесить. Сейчас модно все вешают. Единственное, что я не подумала, что на рюкзаке у меня фурнитура золотая, а здесь фурнитура вся серебряная. Но я подумала, может, я на какую-то сумку повешу. Ну, что-нибудь придумаю. Но я очень давно хотела себе нечто подобное. Помните, раньше была мода на огромные хвосты? Такие прям хвосты пушистые, висели со всех сумок. И я так хотела себе. Но у нас тогда не было возможности. Это дорого достаточно стоило. Вот. Но я все равно хочу себе на сумку что-то вот такое вешать. Мне прям вот нравится этот мишка. Да. Хорошенький, хороший. А может, я его буду жалеть? Слушайте, а может, наключи его? Я же могу наключи его, правильно? Клево. Может, да. Может, на ключи повешу. Я что-то сразу про сумку подумала. Но нет. Дальше покажу вам браслет и перейдем к сережкам. Будем все мерить. Буду все вам показывать. Вот так вот выглядит браслет. Я его тоже взяла под вот тот свой наряд, под платье будущее для свадьбы подруги. Но он такой прикольный. Его можно, мне кажется, носить и не только в мероприятии. Сейчас я вам его, правда, покажу. На другой руке. Все, браслет, тест прошел. Раз я могу его застегнуть сама, без посторонней помощи, значит, все хорошо. То есть, вот так он выглядит. Смотрится хорошо. Смотрится очень хорошо. Красные камушки здесь разного размера. Вот такая вот защелка удобная. То есть, это, ну, на мой взгляд, наверное, самая надежная защелка для браслета, которая только может быть. Ну, вот сколько у меня было подобных браслетов, ни одна не расстегнулась как-то там самопроизвольно. Круто. Не знаю. Супер. Я что-то такое и хотела, да. То есть, не гигантского размера. То есть, он и внимание к себе привлекает, но он и не такой, что типа цыганский. Классный, классный. Вот прям довольный, довольный браслетом. И вторые сережки, которые я взяла тоже под платье на свадьбу, я не могла определиться. Вот давайте сейчас устроим вообще голосование. Хотя какое голосование вы не видели? У меня резиновая штучка ускакала, ладно. Давайте устроим голосование. Я, конечно, понимаю, что вы не видели мое платье. Но вот так, чисто давайте, вот просто внешне давайте посмотрим. Смотрите, вот эти сережки первые будут номер один, в которых я сидела все видео, да. Запоминаем их. И вот это будут сережки номер два. Ну что, какие лучше? Вот давайте голосуем в комментариях, какие сережки лучше. Я не знаю, честно, мне так нравятся оба варианты. Я не знаю. Я буду ориентироваться на ваше мнение. Ну и на то, конечно, что лучше к платью подойдет. Эти сережки, вообще их нашел Илья, и они Илье понравились за счет того, что здесь матовый камень. Он говорит, так круто, ну это не камень, это пластик, конечно же. Он говорит, так круто смотрится, говорит, давай вот эти еще возьмем. А, да, если вы спросите, на шею что-то буду я надевать? Нет, я на шею, наверное, ничего не буду надевать. У меня там будет декольте больше, чем здесь, то есть глубже. У меня вот это глубокое, а там у меня будет так вообще. И пускай все внимание будет, вы поняли куда. Следующие сережки, я вот так вам их покажу. Это звездочки, у которых внутри кристалл, и этот кристалл не зафиксирован, он так болтается. То есть при движении головы кристалл будет перемещаться внутри такой клетки, образованной этой звездочкой. Ну мне так нравится. То есть, ну это, это восторг. Вот это были первые сережки, когда я зашла в магазин, вот я эти сережки сразу схватила. Они мне очень нравятся. Понятно, что эта история не так, в которой вы сможете спать, например. Я вообще не советую спать в бижутерии, ну потому что они будут колкие. То есть так вот, они абсолютно комфортные в ухе, ничего нет, ничего не происходит. Но если вы будете их придавливать, я думаю, будет дискомфортно. То есть посмотрите, воздушная, абсолютно тонкая, такая классная звездочка вообще. И они были одни в магазине, висели на витрине. Я думаю, что их просто разобрали, и я понимаю людей, кто их разобрал. То есть они какие-то крутые, с джинсами, с чем угодно. То есть они такие какие-то немного рокерские, несмотря на то, что там вроде как, ну такое все попсовенькое, да, блестяшка, звездочка, но нет. Смотрится круто. Следующее, что у меня есть, это последнее вообще, да, что у меня есть, да, это тоже к Хэллоуину. Я об этом мечтала. Это просто мечта. Вот такая вот, как это, кафа называется, как это, да, на ушко. И паучок. То есть смотрите, у меня есть, как она называется? Паутина, господи, Ксения, возьми себе руки. Паутина с паучком. То есть смотрите, вот это вы вставляете свое обычное отверстие для сережки. А здесь наверху есть вот такой вот закручивающийся механизм. Я не знаю, почему у вас все желтое, правда. Но это уже не имеет смысла, то есть, ну как бы тут не макияж надо смотреть, а цацульки. То есть как это работает? Давайте сейчас будем пробовать вместе, я аж боюсь прям. Так, вот это сюда. У меня что, маленькое ухо? Нет, у меня нормальное ухо. Так, и закручиваем. И во второе ушко мы должны вставить паучка. Паук сделан очень круто. То есть он прям такой, как настоящий. Кто-то скажет, что это чрезмерно, но не я, потому что мне такие вещи очень нравятся. Что-то в этом есть. Я вообще люблю разные сережки в разных ушах, ну в разных ушах, вы понимаете, да, когда я тут одна. Тут другая. Это смотрится очень круто, на мой взгляд. Это необычно. Это показывает вашу бунтарскую натуру какую-то, которая, ну, лично у меня есть. Мне приятно думать, что она есть. Супер. Я показала все, что у меня есть из Lady Collection. Напишите, что вы думаете. Напишите, какие из двух сережек с красными камушками вам нравятся больше. Напишите, что я сошла с ума, учитывая вуалетку и кружевные метенки. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Я очень сильно вас всех люблю. Спасибо за то, что вы у меня такие добрые, лояльные, такие клевые, невероятно клевые. Я очень это ценю. Желаю вам счастья. Желаю вам хорошего настроения. И я настоятельно советую вам эту серую осень разбавлять какими-то красивыми украшениями. Не знаю, какую-нибудь брошь на пальто вот сюда прикрепите, и уже вы себе поднимете настроение. Возможно, кому-то тоже, кто бросит на вас случайный взгляд, вы тоже поднимете настроение. Пожалуйста, поставьте этому видео лайк. Мне будет очень приятно. Я очень сильно вас всех люблю. Спасибо и пока.